160 миллионов рублей готова вложить компания НХЛ за реализацию концепции развития городского центрального парка в Пушкино. Генеральный директор компании Андрей Хромов рассказал о предложенной ими концепции на круглом столе Пушкинской районной общественной палаты. Так как площадь, которая сейчас свободна, где сейчас находится хаток, она впоследствии будет заметна. Мы предполагаем, что будет установлена сцена летних театров, о которых много споров, много вопросов. Мы предлагаем, там сейчас подальше есть картинки, вашим архитектором была разработана вот такая линия легкой конструкции, которую вам напоминал старый зеленый театр, который был деревянным, пусть он по стилистике напоминает. Нам эта конструкция очень понравилась, в вашем уровне, конечно, жители, мы слышали разные мнения, много спорных вопросов. Городской совет депутатов уже рассматривал предложенную концепцию и основные противоречия вызвали вопросы срока аренды, целесообразности обустройства парковки, пруда, кафе или ресторана. Есть некие условия для того, чтобы компания сюда вошла, она декларирует, что, первое, пруд здесь должен быть как одна из форм жару. Должен появиться на территории парка великий ресторан, кафе, некая точка питания, которая тоже будет привлекать дополнительно возможность финансирования этого парка. Вот эти, наверное, два вопроса и наибольшее количество вопросов возникает. Конечно, сколько людей, столько и мнений. Но нельзя забывать и об экономических выгодах концепции развития. Только прямыми затратами на содержание парка город сэкономит порядка 6 миллионов рублей в год. Не говоря уже о расходах, на которые готов пойти сам арендатор. Вдумаемся в другое. Люди готовы вложить 160 миллионов своих денег. Во-вторых, мы можем сэкономить для нужд, которые у нас много в вопросах, чтобы мы затратили деньги, 6 миллионов прямых затрат. А вот если посчитать все остальное, то все 20 миллионов. И все же забывать о жителях города, для которых, собственно, и будет развиваться парк, ни в коем случае нельзя. Их мнение об облике парка необходимо учитывать. Подводя итоги дискуссии, глава района Александр Вениамин Аничтропин предложил вернуться к решению этого вопроса после изучения общественного мнения горожан. Евгений Ромашихин, Александр Девкин. Специально для телеканала Твой.